Всем приветики! С вами канал Артмания. Такой небольшой творческий беспорядок у меня на столе. У меня начинается утро. Нет, вернее не так. У вас начинается утро, а у меня тут второй ужин вчерашнего влога. Короче, что-то такое непонятное. Ладно, не в этом суд. У меня будет просто новый ролик. Я начинаю свой... Вернее, ваше утро. Свой день, короче, не важно. Ладно, короче, пробуем вот такие вот штучки. И завтра мы с вами еще, вернее, сегодня, ну или когда еще погуляем. Но решила начать свой день. Вот с таких вот попробовать. Иначе я чувствую, они у меня просто протухнут. В морозилке у меня места уже нету. Вот. Так, сколько их там? В духовке даже можно. В сковородке. Ну, приехали. Духовка, сковородка. А я микроволновки их хотела. Попробуем их. Микроволновки должны быть готовыми, наверное. Посмотрим. У нас такое мандарино. Они уже мягкие. Чих! Ну-ка. А, всё-таки ничё так неплохо выглядит. Тут они, конечно, посимпатичнее выглядят, чем здесь. заточки странные а то знаете как было в этом светофоре мы с мужем купили такие же наггерсы разогрели микроволновки разогрели их в микроволновке сели кушаем сидим едим что-то они слишком мягкие они как сырыми были здесь вроде не настолько но отправлю тоже так же на 6 минут в микроволновку и посмотрим что же там у нас будет кстати когда постоит открытым и минут при открытой еще вкуснее становится такой становится кстати похоже ближе на кока колу такой как будто послаще но он сильно газированный видимо сильно газированный сделали чтоб когда человек закрыл газ там выходит и какая-то часть газа остается мы с вами еще кстати авокадо авокадо мы с вами еще не дорезали где-то не дорезали я очень сильно утомилась а утомилась по поездкой нет поход до похода мне пришлось еще 30 минут ждать мою пиццу я была очень сильно уставшая и решила его дальше не резать сейчас я уже отдохнула как видите набралась сию и принялась дальше свою авокадо обрабатывать авокадо ой блин авокадо манго мне все мысли о авокадо шках своих недавно на днях попался авокадо белая косточка белая белая прям косточка и кожура у него главный я сняла кожура сверху белая а внутри темная как у остальных такая необыкновенная но она что-то у меня темнеет начало она еще у меня шлепнулась неудачно не думаю что за счет этого начала что не поймала кость у него такая запах пошел непонятный короче непонятно здесь кость надо ее жалко у меня нет кролика вот бы сейчас кролику дала вам сейчас тут-тук-тук-тук-тук там мама 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 и съел бы и прочее что-то такое а интересно кстати манго на кожурой естся или нет надо было перекрестками купить какие-нибудь эти вот есть фрукты которые они помягче немножко вот их вот пробую всякие там карабара перу буро лимон тонкой коры мне кажется он не очень всего 100 рублей стоит мне кажется у него кожура тонкая на 21 рубль получился ах ты господи места нету вот знаете вот честно говоря не помню из какого дерева сделана эта доска но вот эту доска я знаю что она очень дорогая она такая классная ощущение как будто она вообще не изнашивается причем не подарит подарили то есть она уже была чья-то она у кого-то служил там какое-то время и мне ее принесли она у меня уже года полтора-два наверно до года два на точно нужен то есть вообще откуда мне отрезать здесь пипка классная отсюда отрежу ну-ка да тонкой корой по вкусу не очень кстати с кофе еще вкусно лимон с кофе вот так пролила как всегда зима все время ругается когда проливаю все время лужа 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 попробуем ничего так что-то такое чего я стою тут и грызу манго да я манго грызу два часа ночи я стою тут и грызу манго зачем спросите меня я хочу эту косточку посадить я реально хочу посадить но вот я стою про себя грызу и думаю а каким местом ее сажать и честно говоря она похожа на какую-то рыбу ну согласитесь вот тут вот где показать тут же а вот вот тут она кругленькая такая прям хочется глазик подрисовать а вот здесь вот прям хвостик подрисовать вот я думаю каким местом ты и сажать тогда и грызу 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 какая-то хотя на кстати косточка похоже на косточку лимона в таком большом размере как будто там раза раза в 10 больше где-то так примерно судя по всему если у нее здесь вот по моему хвостик наверно она вот так висела то она может быть сажать тоже так хотя я хочу ее посадить вот так вот не знаю короче что как дальше я там буду с ней делать ну посмотрим будет видно но отгрызать ее кстати было прикольно и вот почти всю скрызал тут у меня хвостик не получается открыть и как надо будет еще посмотреть ролик как вообще сажают косточки манго я придумала как это назвать мое утро начинается с ночи ваше утро начинается с утра а это сыр был вот он по вылазил мне кажется что они уменьшились в размере раза раза в два что ж мне хочется взять эту ложку то шик 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 что-то не режется не то наверно взяла натушка так пожар поджарились 6 минут они продержались у меня запах честно говоря не сприятно не очень приятный запах пока они там находились пока они там разогревались какой-то такой явно не знаю какой-то не такой все-таки когда макдональдсе вам подают что-то такое подобное мне кажется она пахнет более приятным разрезать могу деревянная стала и перегрела наверно разрезалась ну и деревянный тоже стала попробуем давайте вот но когда кстати пришла за пиццей уже в полчаса наверное где-то начало получаса я только пришла поставила на грязный пол рюкзак тоже был просто невозможно тяжелый и встала такая думаю все придется ждать и буквально и проходит минута не больше точно минута и женщина с пиццей поворачивается ставят короче коробку мясная забирайте рука все уже да нифига себе это она еще там пекла мне еще там короче вообще очередь была сегодня кошмар первый раз такое вижу обычно отдыхает летом вот мы с вами приходили забирали пиццу кто смотрел летние влоги каждый день я там приходил вот приходил там каждый день я она больше отдыхал чем делал на классно очень делать кстати они про мне тонкой видно что он с любовью как-нибудь я запишу все-таки как она делает там с краешку станут работа на мажет так все там все взвешивают даже я думала на бум кладут нет они все взвешивают все про раскладывают раз класс жесткая получилось видимо все-таки не 6 минут надо было держать меньше реально меньше и вода с лимона классно надо было нагнать еще попробовать заварить как-нибудь сухой лимон он почернел но может быть надо потому что я долго он сушился я включал можно максимум или не знаю короче не помню лимончик я покупала два килограмма где-то было полмазить в магазине в магазине победа вот такие они черные они пахнут обалденно просто обалденно и добавляю надо в чай да кстати мы с вами чай так и не сделали я думаю сейчас у меня зима немножечко выстрелит немножко температура спадать начнет и я займусь наверное чаем перегрела я ее она немножко не рисковатая насчет чая не очень много листочков я еще сушил в прошлом году остались хранятся листочки два с половиной года я знаю потом их нельзя пользоваться и поэтому нам надо с вами собраться и все-таки сделать долгожданный чай потому что вы не пишете у меня спрашивать а ты сделала чай ты собирала собирала а ты сделала блин думаю чай я забыла вообще про него я еще тибрец покупала сегодня я полезла в коробку у меня есть коробка где хранятся все продукты для обзора то есть они все там хранятся их там битком их там много короче все подоставала достал этот чай думаю надо делать надо будет вот сейчас чуть-чуть вот зиме станет легче температура вот это вот спадет сейчас дима находится у моей мамы я надеюсь что он за эти дни у них там уже немножко поправиться немножечко вызовет потому что здесь у меня очень много осталось инфекции то что он руками допустим рот потрогает у него на руках остается он стол потрогает и она на столе остается вот моешь 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 по равно протрешь вот сядешь такая уставшая думаешь блин я забыла шкаф протереть вот этот шкаф забыла шкаф внизу забыла протереть вот тут забыла блин это невозможно вот честно вот невозможно протереть абсолютно все надо было когда мы с больницы приехали надо было кварцевую лампу купить сразу думаю она выходит ну хоть бы что-то чуть-чуть бы она хоть убила эти микрон а то блин это невозможно матрас вот этот детский дом блин я его хочу постирать ну блин он не стираемый скорее всего его нельзя постирать блин опять получается не туда не сюда детскую кроватку я протерла уже средства кстати купила вам подать показывал какое желтый хорошо хотя не все это загрела хорошо хотя не все это загрело я буду смотреть как я сижу и ем пиццы кстати я не наелась я хотела записать вам пиццу букмак но когда с ней прибегаешь и она холодная ну да холодно вернее вернее холоднеет кто хочет все быстрее быстрее съесть и вот камеру ставить вообще просто некогда думала сегодня заснять но блин уже так есть хотелось я уже ходила уже просто по магазинам уже уставшая просто убитая уже ходил мне уже так ноги болели невозможно рюкзак был тяжеленный просто рюкзак за спиной не знаю мне казалось он весит как будто килограмм двадцать наверное уже просто не было сил я уже просто зашла в этот магазин поставил этот рюкзак там грязно ну пофигу что там грязно уже просто не было сил я думаю кассир там освободится эта девочка она там как раз а человек принимал сейчас человек уйдет я спрошу дайте пожалуйста мне табуретку я сяду потому что было невозможно просто так сильно устала что такое что такое хихихих хихих я немножко сегодня на позитиве с утра я проснулась у меня вообще прям не было настроения такое поганое настроение плохое я поубиралась на лоджию убралась на балконе убралась но думаю надо все равно пока дима у мамы надо пойти гулять мне очень сильно хотелось пойти гулять даже не гулять я хотела в КФС пойти покушать покушать картошку фри поскольку вот эта вся у нас ситуация коронавирус, мандемия то естественно я думала пойти или не пойти я не знаю сколько будет народу тем более воскресенье будет ли много народу или нет потому что в фикс прайсе вчера было народу просто битком очереди были длинные человек по десять наверное там у нас две кассы ну то одна работает то другая может на обоих не знаю но было очень-очень много народу я шла когда в фикс прайс думаю ну наверное ни один дурак туда не пойдет когда я оказалась там внутри я поняла что все об этом думали и все туда шли кстати мне приснился с утра не очень хороший сон но он приснился под самое под утром ну то есть я проснулась в 9 утра блин думаю что я так рано проснулась и короче меня обратно вырубило я уснула с Ницей мне сон как будто мы с ребенком лежим в больнице опять же то же самое с Симашком и что-то мне надо короче срочно пойти посылку забрать ну там иногда девушки, женщины там посылки эти, не посылки как продукты, мешки когда приходит родственник передает иногда приносили, иногда нет иногда я спускалась по-моему раз в два или три я спускалась и что-то попросила какую-то женщину, уборщицу что я не помню кого-то попросила последить за ребенком пока я спущусь да-да-да, я ушла через пару минут возвращаюсь с мешком а ребенка нет и женщины нет я выбегаю в ужасе где ребенок? его отвели на процедуру сейчас приведут подождите ну ладно пошла разобралась прошел час наверное я опять выхожу в коридор ищу эту медсеструю где мой ребенок? на процедурах подождите, сейчас приведут его я думаю странно ну ладно ушла вечер уже, ребенка нет это вот был где-то, например, это мой сон рассказываю вам сон а то сейчас подумаете там что-то это в обед то есть полдня прошло а ребенка нету я опять выбегаю да где же говорю мой ребенок-то на процедурах я говорю ну давайте я сама пойду его заберу нет, вам туда нельзя и вот тут я во сне понимаю всю сложность что это мой ребенок мой собственный ребенок которого я родила которые я воспитываю то есть я мама и вдруг мне нельзя туда идти я начинаю просто рваться как почему туда мне нельзя дойти что такое что там мне нельзя 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 потом а, говорит, на другом этаже на каком этаже если мы находимся на четвертом значит на третьем ну что-то там вроде бы да то ли на третьем то ли на втором короче оказывается какой-то мужчина который знает где находится мой ребенок и он меня повел Повел какой-то в подвал Потом где-то нужно было на носочках Вот эти, знаете, препятствия Пройти на носочках Потом где-то я подскользнулась Но там скатываться нельзя Там надо пройти в определенной обуви Начала искать эту обувь Прошла, зашла, пришла в итоге Где мой ребенок? Мне объясняют, вы знаете У нас осталось всего две девочки То есть всех детей уже забрали Осталось две девочки Говорит, а мальчика у нас нету Говорит, вашего ребенка у нас нету Я говорю, подождите Говорю, может быть, говорю, девочка Говорю, у меня у ребенка длинные волосы Говорю, у него длинные волосы Он похож на девочку Может быть, говорит, как раз вот дайте Я посмотрю, может там у ребенка есть Говорит, нет, там две девочки Я думаю, как же узнать, девочка или мальчик Говорю, а вы в Панкерс заглядывали? А со мной разговаривала женщина И тут сразу начинает разговаривать мужчина И говорит, ну подождите Ну как же я к девочкам загляну в Панкерс Вроде как, это же вообще там Я думаю, блин, как ещё определить моего ребёнка? Ну, короче, мне что-то запрещают, не разрешают туда пройти. И что-то я потом уже просто проснулась в ужасе, думаю, господи, где мой ребёнок? Смотрю, кроватка пустая. А, думаю, же у мамы. Короче, вот такой сон мне приснился. Я думаю, слава богу, это приснилось под утро. То есть те сны, которые снятся под утро, не могут быть вещами. Потому что вещи сны мне периодами довольно часто снятся, и они порой сбываются. Сейчас в это время, когда у меня в жизни что-то такое меняется, что-то происходит, они чаще снятся и чаще сбываются. То есть я могу, допустим, свой сон вспомнить. Начинает что-то происходить, и тут я понимаю, что это сон вещи, что сейчас что-то произойдёт. Я могу вспомнить, что произойдёт, например, и остановиться вовремя. То есть у меня такое было. Или я могу не вспомнить. И то есть оно хоп, и произойдёт, и потом будешь думать, блин, сейчас я его не вспомнила. То есть вот так вот бывает. Напишите, кстати, в комментариях, у вас вообще вещи сны бывают. Сбываются они у вас или нет. Потому что у меня в одной такой... У меня, знаете, как было? У меня самые первые вещи сон. Я помню, приснился сон, и я его сразу на утро вспомнила. Первый сон мой. Сразу вспомнила. Всё прям досконально вспомнила. Потом у нас прошло, наверное, недели две-три. Мы с сестрой на велосипедах едем. И там за трассой мы за трассу ездили. Там познакомились с двумя мальчиками. Они тоже на велосипедах. Ну, просто так вот вместе катались. И один мальчик всё время старался нас не то, что подрезать. А вот когда вот велосипед едет, одно колесо и другое колесо. Вот он своим колесом до нашего колеса так дотрагивался. Чуть-чуть так подъезжал, подъезжал. Дотрагивался. Там такой звук. И нам это было неприятно. Потому что, ну, так неожиданно тормознёшь, как бы он врезается в тебя. И ты там с велосипеда можешь свалиться неаккуратно. Или что-то такое может произойти, типа, как авария. Это неприятно. И поскольку у меня сестра симпатичная, конечно, он её всё время подрезал. Она ему понравилась. И он её там как-то так старался привлечь её внимание к себе. Что вот, мол, я так её могу там. Ну, не знаю, короче, что-то такое. Вот. И я помню, как она начала злиться. И как раз вот эта вот вещь и сон начинает сбываться. И она такая злиться. Вот, вот там мне что-то не нравится. Вот я бы его взяла бы. И, короче, у меня сон сбывается. Я вспоминаю. Я такая ей говорю, и выпрала бы ремнём его. Она такая, да. Говорит, но это же моя мысля. Как ты могла угадать мою мысль? Я говорю, я мысль твою прочитала просто. Вот и всё. Она была долго очень в шоке. И целый день меня расспрашивала. Говорит, как, говорит, ты смогла угадать? Как ты узнала мою мысль? Не помню, я осознался ли, нет. Сейчас вот, сейчас не помню. Вот это вот был мой самый первый вещий сон. А потом уже пошли другие. Потом был, я помню, приснился сон. Я тоже его, кстати, вспомнила. Как я сижу, чем-то непонятным занимаюсь. Белая плитка. И мне приснился какая-то такая штука деревянная, которая лежит у меня на коленках и тут стоит. То есть какая-то непонятная штука. Что это такое, я не знала. И, конечно, я проснулась и вообще не поняла, что это за сон такой. Непонятно. Вспомнила его. Потом оказалось, что это я сижу, занимаюсь в художественной школе. И вот это у меня был мольберт. То есть мне лист там не приснился, а просто чисто мольберт приснился. Если приснился лист, я поняла, что это такое. Я думаю, ну надо же. То есть это мне тогда приснился вещий сон. И буквально месяц через два-три я уже сижу, занимаюсь в художественной школе. Представляете, насколько это тогда приснилось? И вот так вот случилось у меня. И вот только потом я вспомнила, блин, белый пол, там белая плитка, вот эта вот деревянная вот штуковина. Блин, ну-ка. И сразу, знаете, когда вещь из сон сбывается, ты понимаешь то, что всё идёт своим чередом. Значит так было нужно, значит так правильно. Для меня это, когда он снится, большой плюс. Значит, ага, значит я нахожусь на правильном пути. Значит всё хорошо. Значит я не свернула куда-то не туда. Ладно, я с вами попрощаюсь. Садиться батарейка, значит уже пора. Мы уже, наверное, с вами очень долго болтаем. Это, наверное, будет целый один ролик, который превратился у нас с вами со влога в букмак. Ну что-то там такое, наверное, какое-нибудь там такое будет название. Вы пишите обязательно в комментариях, понравился вам такой ролик или нет. Зашёл он вам или не зашёл. Ставьте лайки. Все ролики, которые я записываю, я стараюсь только для вас. Чтоб вам было интересно смотреть. Пишите, что вам интересно смотреть. Обязательно там в комментариях пишите. Мне будет приятно. Подписывайтесь обязательно с колокольчиком. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok